всех приветствую на своем канале и сегодня видео как я буду пробовать пытаться исправить испорченную ручку на сумке просто так выкидывать сумку жалко из того что там в принципе не такое большое повреждение отдавать куда-то в ремонт никто не берет в интернете мастера кожевеники дают определенные советы очень многие советуют работать именно вот этой вот итальянской фирмой giardini и я купила всего два средства и немного не такие какие я хотела потому что из-за вот этого нашего коронавируса сейчас как выяснилось на складах очень многое закончилось а новые не завозятся и я купила два средства это грунт и краска само повреждение классическое то есть на самом перегибаемом месте ручки у меня отвалилась вот это вот за маска которая обычно в принципе отваливается в большинстве сумок самое такое место которое подвергается износу кроме двух средств по которые я сказала я еще буду использовать наждачную бумагу рекомендуют использовать наждачную бумагу по моему 800 но у меня в наличии только нулевка и буду использовать то что есть также у меня нет сликера потому что я не профессионал и наносить вот эти вот профессиональные средства у меня нет специального инструмента и я буду пробовать наносить обычной спицы и металлической можно шилом кисточки у меня тоже никакой так скажем не нужный нет поэтому я взяла и попробую вот такими вот обычными аппликаторами новые у меня есть аппликаторы один я очистила попробовать этот как будто бы лопаточкой а другой я оставила такая вот эта мягкая поверхность поролоновая еще советуют покупать специальные такие шестяные валики но они продаются почему-то всегда по 10 штук мне естественно не надо если бы я смогла купить одну я бы купила одну это не такое распространенные как бы не такие не такие распространенные инструменты и в свободном доступе вот просто так они не продаются и также для финишной финишного закрепления советуют обрабатывать в конце воском воск есть специальный колумбус он тоже продается таким достаточно большим брусочком и стоит он тоже по моему рублей 400 500 600 я взяла тот воск который у меня есть в наличии который я использую обычно для обуви и вот такое у меня средство есть фирмы колонил для блеска ну и также для каких-то мелких работ нужно хбшная тряпочка для того чтобы что-то вытереть и что-то натереть и возьмем нашу покоцанную ручку нужно удалить отсюда все вот эти вот махры мне удобнее все это было срезать обычным маникюрными ножничками и после этого я попробую чуть-чуть совсем это зашкурить наждачкой чтобы но чуть-чуть как бы сгладить все вот эти неровности которые здесь есть и в адгезиве для грунта указано что его можно смешать с самой краской но в магазине в котором я покупала эти средства я уточнила как будет лучше использовать их все-таки на слайва один на другой или смешать как вот здесь написано мне посоветовали что эти два средства лучше не смешивать смешивать можно именно вот этот адгезит для грунта и саму базу для грунта с горочкой которые я не смогла купить потому что и нет наличия а вот эти два средства лучше наносить слоями друг на друга поэтому будем прислушиваться к совету людей более знающих средства очень очень жидкой прям как водичка и так как средство очень очень сильно пахнущая хочется скорее закрыть чтобы не ощущать эти пары я чуть-чуть налью вот в обычную пластмассовую крышку из-под минералки чтобы закрыть и здесь вот только чуть-чуть вот было средство потому что мне в принципе много и не надо наносить вот этой вот подушечкой оказалось неудобно потому что она растворяется вот эта поролоновая и поэтому я наношу вот этой вот лопаточкой вполне в принципе мне удобно после этого срез который пропитанный этой грунтовкой нужно просушить минимум полчаса средства не осушился около часа но высох он внешне вот так вот если по ощущениям он высох намного быстрее чем я его держала потому что здесь внутри достаточно такая рыхлая как бы поверхность вот здесь вот если посмотреть внутренность такая рыхлая что как-то все очень быстро туда впиталось и среду следующим этапом я буду использовать вот эту вот краску краска уже более густая нежели грунтовка и пахнет она уже не так химически тоже конечно она пахнет но не так сильно как грунтовка спец инструмент конечно вещь очень хорошая но я все-таки не собираюсь становиться мастером и покупать на один раз инструмент принципе я и не планировала краску тоже можно было налить но здесь вот когда я открывала то тут в крышечке немного есть и я так подумала что в принципе можно использовать саму крышечку для того чтобы отдельно немножечко отлить краски есть специальный инструмент он стоит достаточно дорого который у него такая головка металлическая которая аккуратно наносит эту краску так ровненько ровненько я решила использовать для этого спицу а также можно использовать обычное шило канцелярская если у кого-то есть краска не такая густая как я думала я думаю что будет действительно прям очень очень густая краска краска не очень густая она вот довольно хорошо тоже впитывается вот какая-то интересная эта поверхность у ручки такая крупно-пористая в нее прям все очень хорошо впитывается и у меня не получается такой резиновой горочки которая здесь была от производителя этого скорее всего она получилась бы именно тем средством которые я не смогла купить это база который накладывается горочкой она прозрачная и сверху потом тоже прокрашивается краской я нанесла несколько раз попыталась даже нанести так пожирнее и сейчас это все должно сохнуть тут видно что местами из-за того что у меня нет инструмента получается в принципе так достаточно неровно поверхность неровная то есть можно немного конечно это как бы разровнять вот металлической спицы но все равно получается не так ровно специалиста каждый слой рекомендуют сушить минимум полчаса прошло чуть больше получаса слой высох но вот здесь вот действительно видны неровности вот этот шероховатость от самого среза кожи хотя я нулевка немного обрабатывала и поэтому сейчас я опять это зашкурю но у меня нет 800 ки у меня нулевка но даже нулевкой тоже немного тут шлифуется немного снимается вот этот слой и опил я сниму с помощью хэбэшные тряпочки и опять вот этого адгезива для грунта чтобы здесь было и прогрунтована и исчищена немножко тряпочка окрашивается и затем я нанесу второй раз краску своим же тем же инструментом спицей а спицу я сразу уже почистил после того как я первый раз покрасила пока не высохла краска я просто ваткой сняла потому что потом я думаю если засохнет краска то уже ее не отмыть так легко как вот пока она свежая из-за того что у меня с данными средствами не получилось горочки у меня будет небольшой такой переход от заводской горочки до того участка который я пытаюсь отреставрировать но в принципе сам срез или как его еще называют урез получается в принципе уже аккуратнее чем было и все-таки получается лучше чем я просто покрасила бы краской для обуви я вот уже вижу что в принципе какое-то покрытие такой более-менее аккуратный у меня получается да не идеально но все равно получается лучше чем просто покрасить краской и так как я не планирую следующий слой еще раз шкурить и красить то есть я считаю что мне в принципе достаточно двух слоев на этот участок то я постаралась нанести так вот достаточно много но чтобы вот эта жидкость аккуратно выровнялась потому что у меня нет спец инструмента чтобы она сама аккуратно выровнялась за счет вот этого перетекания и чтобы у меня уже было аккуратно прошло чуть больше чем полчаса вот этот отрезок который я реставрировала если очень внимательно прикрыть приглядеться то здесь действительно нет того эффекта горочки который я очень хотела но за неимением средства пришлось обходиться тем что есть в наличии в продаже вот он виден так как он свежий прям яркий блестящий здесь второй слой так как я нанесла очень очень густо то я дала больше чем полчаса чтобы он высох и для непрофессионала мне кажется я справилась вполне неплохо самое главное соблюдать определенные правила это чтобы и грунт и краска были одного производителя чтобы обязательно каждый слой сох не менее чем полчаса и сейчас я попробую нанести сверху воск решила я именно воск нанести вот есть такой бесцветный воск для обуви попозже я попробую нанесу еще средства для блеска который у меня есть если приглядываться то вот виден этот отреставрированный мной участок но в большинстве случаев этот участок ручки будет у меня либо сзади это задняя часть сумки либо в руке и вот так вот внешне глаза бросаться особо не будет я понимаю что если у меня такая проблема случится на лицевой части сумки то я я постараюсь найти в продаже то средство которое формирует горочку и попробую адгезив для грунта смешать именно с тем средством чтобы получилось более близко к заводской такой обработки прорезиненным такого с горочкой надеюсь вам было интересно и полезно всем пока пока